Здравствуйте, меня зовут Прохобель. Я автор книги «Scopus Divers and Illogical Academy Survival». Это книга, которая объясняет или рассуждает, какие самые большие испытания для исследователей в их научной или исследовательской карьере. Сегодня с вами будем обсуждать, как создать обзор литературы для научных и аналитических статей. Проблема в том, что до появления интернета найти литературу по поводу одного сюжета было довольно сложно. То есть надо было искать в библиотеках, надо было даже ездить в разные библиотеки, потом, может быть, заказать книгу из другой библиотеки. И когда тебе говорили, ой, я нашел одну статью, которая очень-очень подходит тебе, это был вообще праздник. Сегодня, особенно после появления Google Scholar, как только набираешь сюжет, как только набираешь ключевые слова, сразу бум, Google Scholar подозревается от разных статей, от разных книг, от разных исследований по поводу именно твоего сюжета. Там есть иногда десять тысяч, сто тысяч, и ты не знаешь, как разбираться. Потому что в научной статье обычно литература, то есть библиография, она должна состоять не больше 20% максимум текста. И дело тоже в том, что пока что мы держим публикации тоже в бумажном формате, есть ограничения по поводу количества слов, которые можно иметь в одной статье. То есть в социальных науках обычно принимают статьи с шести тысяч до десяти тысяч, иногда двенадцать тысяч, но это все равно. Если ваш список литературы очень длинный, тогда получается половина статьи, если очень много включаешь в литературу, тогда половина статей это вообще только литература. Остается очень мало места для рассуждения, для аналитики. Чтобы идентифицировать литературу, надо сначала понять, как структурировать статью. То есть статья для меня это соотношение. То есть есть феномен А и есть феномен Б, и они как-то связаны. То есть я видел очень много статей, где люди просто цитируют, 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 и говорят, «Ой, есть еще и такие работы, есть такие работы, есть какие работы, есть такие работы…» Это не обзор литературы. Это просто список, который не имеет никакого смысла, он, который не имеет для меня никакого значения. Список литературы, он ингажируется с существующей литературой и стройный нарратив, который позволяет идентифицировать именно то, что называется ГАПС в литературе. То есть то, что еще не изучали, то, что мы недоизучали, что мы недостаточно обследовали. И вот это сила вашего обзора. Для меня статья состоит из четырех частей. Это вступление, потом обзор литературы, эмпирическая часть и заключение. Вступление – это там, где объявляешь, что именно занимаешься, какой будет сюжет твоей статьи, какие соотношения ты собираешься утверждать, демонстрировать, и с какими концептами ты будешь работать. Список, то есть обзор литературы – это там, где просто показываешь, где исследования остановились, то есть до чего они вели, и что еще они не могли доказать, с чем еще не могли работать. Эмпирическая часть – это где ты просто заполняешь вот этот вакуум в существующих исследованиях. То есть ты говоришь, что никто еще не изучал это и это, и твоя эмпирическая часть, она именно занимается этим, она именно заполняет эту дырку, эту вакуум. В заключении – это там, где просто закрываешь статью. В заключении – это очень для меня сложное, потому что ты уже устал, очень много писал, и не знаешь, что писать. И надо иметь в виду, что заключение не значит, что заключение для меня – это как десерт. То есть ты хорошо покушал, хорошо все, и теперь надо ставить хороший вкус во рту, когда ты заканчиваешь. Это просто обзор статьи. Мы это смотрели, это смотрели, мы доказали, и какие есть следующие шаги для исследования. Раз мы знаем, где идет, то есть где надо ставить обзор литературы, мы можем это связывать еще с вступлением в статью. То есть каждая статья, как я говорил, это соотношение между разными феноменами. И это тоже в каждой статье надо объявить, с какими теориями мы свяжемся. Это значит, для меня существует всегда, то есть для каждого сюжета, для каждого исследования существует теория А, которая является мейнстримом. То есть теория А – это теория, которая больше всего воспринимается как правильно или как убедительно. Тогда очень многие исследуют эту теорию, говорят, да, как говорил Гидденс, как говорил тот великий ученый, мы согласны с тем, что... Ну, есть критики теории А, и одна критика, она будет расти до того, как являются главные критики теории А. Тогда я это называю теорией Б. Теперь А и Б – это главная теория, то есть это главная теория и главная критика той теории. Ваша статья будет всегда находиться между А и Б. То есть она может утверждать А, она может утверждать Б, она может доказать, что А и Б неправильно поняли ваш случай. То есть, допустим, если я изучаю одну страну из Центральной Азии, и она не утверждает ни теории А, ни теории Б, и выгодит это исключение. Или могу искать синтезис между теорией А и теорией Б. Теперь ваш выбор, как относиться к этому. Но это идет в вступлении статьи. Как только вы определитесь с тем, что... То есть то, что называется «locating the article», то есть с теоретической позицией вашей статьи, уже можем заниматься поиском ключевых слов, ключевых слов для нашей статьи. Так что шаг один. Поиск. Я обычно хожу в какой-то двигатель поиска. Это Google Scholar или, может быть, Publish or Parish, или то, что вы хотите использовать. И заведу слова, которые относятся, то есть то, что, которые относятся к моей статье. Или главные слова, которые я считаю нужными для моей статьи. Допустим, я помню одну статью, где мы занимались туризмом и национальным брендингом, то есть именно маркетинг, национальный маркетинг. И тогда я искал сначала отношения между туризмом и национальным брендингом, потом искал именно туризм в Восточной Европе, потому что статья была про Эстонию. Потом искал national identity, то есть национальной идентичности. Вроде бы это была моя тема, поэтому более-менее я знал, какие есть главные работы. И каждый раз смотрел на разные, то есть на первые 2, 3, 4, 5 страницы и смотрел на уровень цитатов. Потом из того поиска ты можешь различать находящую литературу в трёх категориях. То есть категории, которые считаешь, надо читать полностью. Категории, где можешь просто глянуть на статью и категории, где просто достаточно читать обзор или абстракт. И тоже ты можешь исключать это много, потому что они попадают в поиск, то есть попадают в результатах, твоего поиска, но они могут не относиться к твоей статье. И не надо чувствовать себя виноватым или просто несовершённым, потому что ты исключаешь литературу. То есть обзор литературы это всё равно субъективно. Ты выбираешь по чувствам, по своему знанию, по своим критериям, то, что тебе надо. Когда есть вот эти 3 категории, конечно, ты начинаешь смотреть на статьи и на книги. И тогда вот эти книги, они могут передвинуться между категориями. Допустим, ты читал абстракт и понял, что эта книга, она очень важна. Тогда передвинешь, и теперь придётся читать полностью или хотя бы глянуть. Или наоборот, ты скачал статью, которая оказалась очень-очень как-то кстати и оказалась, что статья не очень. Тогда передвинешь статью в категорию, ну, не сильно надо читать. И тоже в этом, если у меня есть, то есть обзор литературы состоит из, не знаю, 50 или больше статей, то есть читать всё это невозможно, это негуманно. Поэтому надо просто ставить свои приоритеты. К этому я ещё добавляю статьи из книги, которые я сам знаю, что они хорошие, потому что я с ними работал раньше, и они мне вдохновили в свою теорию. И тогда это мое предыдущее знание, плюс то, что я нахожу по поводу статьи, это уже достаточно много литературы. Надо иметь в виду, что когда я выбираю литературу, я смотрю тоже на уровень цитатов. И я не считаю, что цитатов, как говорил я не считаю, что цитатов это гарантия качества. Но на самом деле, если рецензентов, они могут отмечать то, что я забыл, факт, что я забыл одну статью или забыл ставить какую-то главную книгу, они скорее всего замечают, когда я забываю книгу, которая имеет очень большой уровень цитатов, а не которая вообще неизвестна. Поэтому надо как-то поиграть и выбирать литературу, которая нам нужна, которую мы считаем нужной, и тоже, которую мы считаем, что рецензентов они могут отмечать. литература, которая нам нужна, литература, которая нам помогает создавать свой тезис, и тоже литература, которая все равно должна быть там, потому что если ты не ставляешь, рецензентов могут это замечать. Допустим, если есть очень известная статья, а я с ней не согласен, я думаю, что она не очень хорошая, но она очень много цитирована, то есть она очень известна, придется все равно цитировать. Вы можете ее критиковать, то есть но надо все равно цитировать, потому что иначе выглядит, как я недостаточно знаю литературу своего региона, и тогда это выглядит, как я недостаточно профессионально поступаю. Субъективность в обзоре литературы важна. Это не значит я эксперт и мне ничего не надо, я уже все знаю. Это значит просто я сам выбираю то, что считаю самым важным для своей статьи. Имейте ввиду, что обзор литературы это только одна часть статьи, и она должна быть, как я говорил, синхронизирована с другими частями. А отсутствие синхронизации может стать причиной отвержения статьи. То есть статья может быть, могут отвергать статью просто потому, что литература и литературный сбор очень хороший, но он не скоординируется с другими частями статьи. И имейте тоже ввиду, что надо принимать свой лимит. Что как говорят одна статья одна идея, одна идея, одна статья. Нельзя или я не советую стараться ставить слишком много идеи под новую статью. То есть если есть уже одна хорошая идея, я ставлю статью, работая с ней, а если в написании статьи у меня появятся еще другие идеи, я их оставляю на потом, на другие статьи. И это я делаю, чтобы не путать читателя и ревюеров. Потому что ревюеры должны иметь сразу ввиду, что я именно хочу сказать. Потому что тоже ревюеры не очень много времени. То есть они будут читать быстро. И если они сразу могут славлять идею вашей статьи, это положительно полагает наращение. И также если читатель понимает, что ваша статья хорошая, он или она понимает, потому что они сразу могут понять, о чем статья. Поэтому как мой предыдущий супервайзер говорил, у тебя должен быть джингл. Какой фразы люди будут вспоминать, когда думают о твоей статье. Если можно все синтетизировать в одной фразе, тогда это уже очень хорошо. Удачи!